В деревне Хорошего под Оржевом на 10-метровом холме установили бронзовую скульптуру советскому солдату весом более 80 тонн. Так Ржевский мемориал начинает приобретать свой окончательный вид. С места строительства наш корреспондент Наталья Чекет. Еще два года назад на огромном поле ничего не было. В ноябре 2018 года был заложен первый камень в основании мемориала. Сейчас на земляном кургане установлен стальной каркас и идет возведение 25-метровой фигуры советскому солдату. Уже установлены средняя и нижняя части памятника, а затем поднят верхний элемент – голова солдата. Теперь монумент будет скрыт строительными лесами до открытия в мае 2020 года. Рабочие одним за другим наваривают бронзовые фрагменты скульптуры. Всего их было отлито около 600. Время торопит. Мемориал планируется открыть ко дню празднования 75-й годовщины Великой Победы. Все службы, все работают строго по графику. График отслеживается до суток. И сомнений в том, что в мае мы откроем этот мемориал. На площадке выполнена отливка бетонных стен в основании кургана. На них закрепляются листы картеновой стали с именами тысяч красноармейцев, погибших под Оржевом, а также фотографии участников Ржевской битвы. Также ведется благоустройство прилегающей к мемориалу территории. Мемориал станет первым крупнейшим памятником подвигу советских солдат, созданной в современной России. По масштабу и значению он встанет в один ряд с мемориальным комплексом на Мамаевом кургане в Волгограде, памятнику матросу и солдату в Севастополе, комплексом Поклонная гора в Москве и другими знаковыми памятниками. На земле в вашу честь до сих пор обелиски стоят. Нет, никто не забыт. И навеки ничто не забыто. В каждом доме вы живы. И в каждом свершившемся дне. В каждой детской улыбке звучите, победной суетой. В каждом сердце стучите. Приходите в каждой весне. Нет, никто не забыт. И навеки ничто не забыто. В каком-то смысле ветераны Великой Отечественной войны тоже принимают участие в создании мемориала. Их приглашают, чтобы увидеть все этапы строительства и создания памятника. О своих впечатлениях поделился участник Ржевской битвы Иван Кладкевич. Я видел этот памятник, ну как можно сказать, живем в сумме всего, когда еще по частям его было. Я горжусь, я горжусь. Эти памятники, он напоминает означение самой вот этой жесткой вещи. После посещения строящегося мемориала губернатор Тверской области Игорь Рудене встретился с ветеранами Ржева и Ржевского района. Вручил им юбилейные медали 75 лет победы. Также глава региона обсудил с ветеранами актуальные вопросы развития района и патриотическое воспитание молодежи.